МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я хочу пожелать участникам отличных выступлений, прекрасных эмоций. Итоги областного этапа конкурса по хореографии. Спасибо! Спасибо! Детский театр «Гном» отметил юбилей. Давай, давай, давай! Туристский марафон памяти Екатерины и Юрия Ширяевых. А сейчас об этих и других событиях подробнее. На Смоленщине побывала заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Подводя итоги визита, она дала высокую оценку сферы социального развития в нашем регионе и отметила успехи в сфере образования, здравоохранения и туризма. Меня порадовал визит в Смоленскую область, потому что действительно мы увидели успехи во многих сферах. Например, образование отличается очень высоким качеством. И для характеристики этой сферы приведу одну цифру. Четыре школы Смоленской области входят в топ-500 лучших школ России. Таким могут похвастаться немногие регионы. 3 апреля в городском центре «Досуга» Десногорска прошел межрегиональный конкурс хореографического мастерства «Ритмы века-2016». Этот конкурс ежегодный. Какие коллективы приняли участие в этом году, вы узнаете из нашего репортажа. Хореографическому конкурсу «Ритмы века» уже более 17 лет. «Ритмы века» – это ожидаемое событие в культурной жизни нашего Смоленского региона. Это яркий дивертисмент танцев, которые мы можем наблюдать от представителей разных уголков нашей Смоленской области. И немаловажно заметить то, что конкурс «Ритмы века» – это стартовая площадка для лучших коллективов нашей области при представлении их на межрегиональных, всероссийских, а иногда и международных фестивалях и конкурсах. В этот раз на зональный этап, к сожалению, прибыли всего лишь около 10 коллективов из городов Смоленск, Рослов и Десногорск. Конкурсные выступления просматривались строго по номинациям. Всего их было 10. Выступление ребят оценивало жюри, которое состояло из специалистов-хореографов под председательством заслуженного артиста Российской Федерации Анатолия Полозенко. В Десногорск представили три творческих коллектива – это «Каприз», «Форсаж» и «Данс-клуб Модерн». После выступлений состоялось обсуждение номеров. Во время него руководители коллективов смогли задать интересующие их вопросы квалифицированным специалистам. Все коллективы в этот день получили сертификаты участников конкурса «Ритмы века-2016», а 31 мая в Смоленске в досуговом центре «Губернский» состоится концерт и церемония награждения победителей. Свежие новости градообразующего предприятия. 3 апреля по согласованию с концерном энергоблок номер 3 Смоленской станции был остановлен на текущий ремонт тепломеханического оборудования. На данный момент работает один блок номер 2. А в общежитии учебно-тренировочного центра прошли пожарно-тактические учения. Персонал показал высокий уровень подготовки по обеспечению безопасности людей в экстремальных ситуациях. В минувшую пятницу в концертном зале Цесони Трина соревновались лучшие юные танцоры. Победители городских и районных этапов областного конкурса, посвященного 55-летию со дня полета Юрия Гагарина в космос. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. В областном этапе конкурса «Знаете, каким он парнем был» участвовали самодеятельные коллективы из Ельнинского, Монастырщинского, Починковского, Рословского, Шумяческого районов и города Десногорск. Участников и гостей конкурса приветствовал депутат Государственной думы Артем Туров. Политическая партия «Единая Россия», которую он представляет, была инициатором проведения данного конкурса. Работает слово благодарности в первую очередь городу Десногорску, администрации Десногорска, Смоленской атомной станции, за то, что они дали возможность на своей площадке, в этом встречном сзади провести один из этапов этого конкурса. Очень важно, чтобы наше молодое поколение знало о том подвиге, который был совершен нашим земляком. Компетентное жюри под председательством заслуженного артиста России Анатолия Полозенко внимательно смотрело все выступления юных танцоров. Победители определялись в четырех номинациях. Эстрадный танец категория «До 17 лет» и «Старше 17». Народный танец также категория «До 17 лет» и «Старше 17 лет». Лучшие коллективы будут приглашены 12 апреля на галоконцерт областного конкурса. Результаты станут известны позже. Восьмой фестиваль постной кухни под эгидой Смоленской епархии прошел в областном центре 2 апреля. В нем приняли участие благочиние нашего региона. Десногорск представляла достойная команда. Яство оценивало жюри, которое возглавили митрополит Исидор и замгубернатора области Ольга Окунева. В основном оценивались вкусовые качества, внешний вид блюд и презентация меню. Попробовать салаты, основные блюда, десерты и напитки могли все присутствующие на фестивале. По итогам конкурса победила команда «Десногорска». Остальные участники получили грамоты в различных номинациях и книги с рецептами постных блюд. 1 апреля друзья детского театра «Гном» пришли, чтобы поздравить актеров с юбилеем. В этом году ему исполнилось 25 лет. Коллектив студии «Десна-ТВ» – давние друзья актеров театра и тоже поздравили юбиляров. На этом празднике не было длинных официальных речей. Обстановка на праздничном вечере была непринужденной и дружеской. Поздравить любимый театр с днем рождения пришли выпускники разных лет, коллеги по цеху, просто друзья и, конечно, нынешние гномики-театралы. Все началось по-праздничному торжественно. Гномы готовились к своему юбилейному вечеру несколько месяцев. В программе подготовки были премьеры, старые постановки и, конечно же, конкурсы. Церемония награждения и дарения проходила очень весело. Подарки были разными, необычными и совсем не юбилейными. В каждом был заложен какой-то свой особенный смысл. И единственное, что их объединяло – это любовь друзей к детскому творческому коллективу, которому исполнилось 25 лет, но он совсем не повзрослел. Режиссер театра презентовала всем участникам торжества фотокнигу, которую она собрала из фотографий разных лет. Каждая страница – это веха из жизни театра. В программе вечера была заявлена игра «Верю-не верю» для всех участников. В зале получилось 6 команд. Условия были замысловатыми. Каждая команда должна была рассказать историю из жизни театра, а остальные – оценить ее на правдивость. Ну, 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 врешь, 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 врешь. Еще 20, еще 30, ну еще туда-сюда. А вот 40, мол, на 40 – это просто ерунда. Призом были конфеты, которых был целый таз, хватило всем. Театр «Гном» открыл новый 26-й театральный сезон. Все гости уверены, что их будет еще очень много. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду совместно с Минфином и Минэкономразвития до 1 сентября предоставить предложение по этапному увеличению до 2020 года минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. Об этом он сказал 25 марта в Санкт-Петербурге на форуме «Эффективная социальная политика. Новые решения». Мною принято решение установить с 1 июля текущего года минимальный размер оплаты труда в размере 7,5 тысяч рублей, увеличив его почти на 21%. Я прошу депутатов в Государственной Думе из фракции «Единая Россия» как можно скорее подготовить соответствующий законопроект и оперативно его принять. И в дальнейшем мы должны окончательно довести его уровень до уровня прожиточного минимума и впоследствии поддерживать эти соотношения, не допуская разрывов. На данный момент МРОД составляет 6204 рубля. Сейчас новости спорта. Туристский марафон памяти Екатерины и Юрия Ширяевых традиционно проходил зимой и был лыжным. Но в этом году погода не позволила лыжникам пройти положенные 100 километров за 24 часа. Спортсменам это не помешало. Марафон прошел. Дистанцию они преодолели бегом. В этом году поучаствовать в 36-м туристском марафоне памяти лыжников супругов Ширяевых заявились 30 спортсменов из Смоленска, Кордымова, Каменки и Десногорска. Возрастные категории имели широкий разброс. Подростки моложе 14 лет и бегуны солидного возраста. Самому старшему участнику 69 лет. Это гость из Кордымова – Муковенков Владимир. Мужчины бежали дистанцию 20 километров. Самым быстрым оказался десногорский бегун, работник Смоленской атомной станции Чванов Виталий. Он преодолел трассу за 1 час 9 минут. Как долго вы вообще занимаетесь бегом? Ну, лет, наверное, 10 уже. Ну, как поступил, научился в Смоленске. И там вот были соревнования, выступил за свой колледж. Неожиданно выиграл километр там среди СУЗов в Смоленске. И потом как-то пошло, поехало. Женщины бежали пять кругов по два километра. Лучшее время у бегунья из Десногорска Анны Терещенко. Макаров Андрей пришел первым в категории до 14 лет. Получили медали, грамоты и ценные подарки все участники марафона. Будем надеяться, что в следующем году спортсмены пробегут трассу на лыжах. 10 апреля в 14.30 во дворце юбилейный Смоленский автодор сыграет с московской командой «Феникс». Это одна из первых игр серии «Плей-офф». Желающие могут поехать и поболеть за наших хоккеистов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова